Давай! Леня Ештокин играет в футбол с четырех лет. Сегодня он отстаивает честь родного Куйбышевского района. Мальчик справился достойно. Команда победила. Теперь в его копилке золотая медаль. И это далеко уже не первая награда. И точно не последняя. Самая главная роль, мне кажется, нападающего. Нападающий должен быть активным, ловким. Тогда у него все будет получаться. Папа Николай и мама Екатерина в роли болельщиков. Вместе родители радуются успехам сына. Медалей кубков так много, что дома они уже с трудом умещаются на полках. Успехов очень много, побед очень много. Медалей у нас дома висит уже в районе 30, наверное. Игра была хорошей. Ребята показали себя с лучшей стороны. Лично мой ребенок отличился, забил два гола. В Самаре в парке имени Юрия Гагарина прошел финальный этап городских футбольных соревнований «Кожаный мяч». В них принимают участие школьники по трем возрастным категориям. Как юноши, так и девушки. Лучшие команды, которые стали победителями в своих внутригородских районах, играют для того, чтобы определить победителя и ту команду, которая будет представлять город Самара на областных соревнованиях. В «Кожаный мяч» мальчишки начали гонять еще в 60-х годах прошлого века. Это отличная возможность показать себя тем, кто не занимается футболом профессионально. Развитие отрасли физкультуры и спорта в регионе – одна из приоритетных задач, которую поставил губернатор Дмитрий Азаров. Главный характер – бороться до конца. Все бросают, не борются. Кто борется, тот выигрывает. Вот и все. Кроме медалей и кубков, спортсмены получили индивидуальные призы. Лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.